Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как предстать ждать, когда кто-то уволится, что меня поставили на их должность с хорошим графиком? Сразу на работу, пока они в отпуск, меня ставят на их место, как выходит, ставят неудобный для меня график. Только и думаю, когда же кто-то уволится, но никто не собирается. Даже. Смотрите, какая здесь история. Вопрос в первую очередь касается, конечно же, цели вашей. Да? То есть, то есть, о чем мы здесь говорим, если, если, как бы, имеем в виду то, что вы ждете, мы говорим об этом, что-либо вы хотите достичь определенного, карьерного, ну, карьерного роста, да? Это первый, первый, так скажем, вариант. Вот. А второй вариант, мы говорим о том, что вы хотите, чтобы вам было комфортно. То есть, для начала нужно определиться с целью. Это первое. А второе, определиться с тем, что вы хотите для этого, то есть, что вы готовы для этого сделать. Вот. Что такое состояние ожидания? Состояние ожидания, это, по сути, некоторая такая пассивность. То есть, когда я жду, я ничего не делаю для этого. Вот. И, соответственно, у меня нет какого-то однозначного решения по поводу того, готова ли я, хочу ли я ждать. Хочу ли я находиться в этом состоянии, в состоянии ожидания. Вот. То есть, я, с одной стороны, вроде как не принимаю решения ждать. С другой стороны, я не делаю ничего для того, чтобы, например, ну, в ситуациях как-то изменилась. Ну, например, говорили ли вы о том, допустим, своему начальству, что вас не устраивает, ну, такая позиция, да, такой вот, такой подход. Как вы описываете? Непонятно, да? Дальше. По какой причине вас ставят в такое положение? Второй момент. Третий момент. Считаете ли вы сами, что, ну, достойную того, что вас в такое положение ставили или нет? То есть, не обесцениваете, не занижаете ли вы себя, например, из-за сверхценного для вас желания, допустим, не потерять работу. То есть, если человек, вот, в данном случае вы, боится очень сильно потерять работу, да, то он, ну, соответственно, будет, там, естественно, ну, терпеть, да, он будет, естественно, значит, идти на какие-то уступки и так далее. Это нормально. Вопрос только в том, что ответ в следствии тому, что вы хотите. Вот. Ну, в первую очередь, то, что вижу я, это вот вопрос самооценки, вопрос целей и вопрос, пожалуй, уверенности в себе. Ну, точнее, в данном случае вопрос осознавания и некого принятия своих возможностей и своего положения, чего, на мой взгляд, сейчас не происходит. То есть, на мой взгляд, вот этого вы не делаете, сейчас. А вот, на мой взгляд, вы игнорируете, то есть, вас что-то не устраивает, раз, из, вот, из чего это нужно уже смотреть. Из чего, из каких, скажем так, ну, из каких побуждений, да, вы это делаете, но, тем не менее. Как-то так, на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Да, и, вот я забыл, о чем сказать. В этом положении, положении, которое вы описываете, как вы себя в нем ощущаете, какая вы в нем, попробуйте, вот, как-то придать какую-то форму того, как вы себя чувствуете в этом положении. Всего самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует...